Вы меня застали врасплох. Это зависит от того, насколько мы... Закончится когда-нибудь. Но я, конечно, в это верю. Каждый человек нуждается в внимании. Это очень интересно провести. Они признают заботу о себе. Для кого-то важность, для кого-то средств. Чтобы хорошо готовить, недостаточно любить покушать. Надо полюбить сам процесс, вкладывать в каждую его минуту любовь. Любовь – это основа всей жизни, в том числе и кулинарии. Здравствуйте, с вами программа «Мысли вслух». И сегодня мы поговорим о еде. И первым делом – о ваших вкусах. Расспрошу о любимом блюде и, возможно, даже узнаю рецепт, как его готовить. Что я люблю кушать? Блинчики. А рецепт вкусных блинов? Ну, там как мука, яйцо, молоко. Вот, посолили, поперчили, начинку с перцем или с мясом сделали. С творогом. Пельмени люблю покушать. А можешь их готовить? Не, ну, могу сварить только. Больше всего я люблю борщ, так что всегда его готовлю. А что там за продукт? И, может быть, есть какой-то секрет? Нет, лучше всего его варить из свинины. Моё любимое блюдо – это пюре и котлеты. Котлеты я готовлю именно на овсяных хлопьях. Очень вкусные. Я, в принципе, люблю покушать всё, ориентируясь при готовке дома на вкусы своих домочадцев, особенно на младшую дочь, потому что ест она не всё. Любимым нашим блюдом семейным является азу. Вот такое блюдо из трёх букв. По-моему, оно родом из татарской кухни. Ингредиенты очень просты. Это картофель, мясо, маринованные огурчики, чеснок и томатная паста. Я люблю полезно питаться, но в то же время и вкусно. Ну, вкусно – это, конечно, для меня. Остальные члены семьи говорят, что иногда им не нравятся эти блюда, которые я считаю вкусными. На самое любимое блюдо всё-таки – это плов и манты. Обязательно суп. Каждый день я могу и утром, и вечером, и в обед есть суп. Супы разные. Бульон мясной, рыбный, овощной. Можно на зажарке, без зажарки, чтобы жидкая была. И сколько разновидностей супов у вас в меню? Я так-то не считала, но много. И вегетарианские супы пюре, борщ обязательно, окрошка, когда летом холодные супы. Фруктовые супы дети любят. Мне кажется, что срок хранения на шоколадках – это лишняя информация. Но где это видно, чтобы шоколад хранился? Сластёны поймут эту шутку, а другие от непонимания могут и развести руками. Но что поделать, не любят они сладкое, а налегают, например, на мясные продукты. Одни вегетарианцы, другие не едят, например, рыбу или какой-то овощ. Но все так или иначе хотят питаться правильно, чтобы хорошо выглядеть и хорошо себя чувствовать. Интересно узнать, а вы за здоровые блюда или всё-таки иногда позволяете себе есть вредную пищу? Вообще я за здоровую пищу, но вредную мы все себе позволяем. Иногда побаловать себя всё равно нужно. А как часто? А как часто? Ну, раз в неделю или раз в две недели. Чего-нибудь жирненького такого, шашлык там, ну, с семьёй съездить, на природу выбраться. Бывают исключения иногда, очень хочется навредить, поэтому и плохое едим, и хорошее едим. Мороженки, пироженки, тортики иногда. А как часто их можно кушать? Ну, лучше не кушать. Раз в неделю по праздникам. Исключение. Когда плохо, когда настроение плохое. Да, позволяю. Люблю себя побаловать вредными продуктами. Тортиками, мороженым, ну и всяким остальным. А как часто можно есть вредные блюда? Ну, смотря что называть вредным. Некоторые считают сало вредным, а я считаю, что сало полезно. Я не за здоровая, не могу держаться. А как часто, то есть всегда едите вредную пищу? Нет, не всегда. Сейчас с возрастом уже приходится немножко придерживаться другой пищи. Конечно, я человек и позволяю. Позволяю что-то вредненькое покушать, но потом корю себя, как все люди, и все равно кушаю вредно. А как часто это бывает? Вредную пищу как часто я ем? Ну, могу себе позволить на выходные. Вкусненькое. Я за здоровую пищу, за здоровый образ жизни. Постараюсь придерживаться, все-таки в комплексе все соблюдать. Но иногда можно себе позволить. Это вполне допустимо. Позволяем вредненького. Ну, раз в месяц, полтора, когда праздники, даты какие-нибудь. Буквально пару десятилетий назад почти в каждой семье была книга о здоровой и вкусной пище. Сейчас книг, посвященных самой разной пище, сотни и тысячи. Их совершенно не обязательно держать дома. Вместо сборников, рецептов, а также вместо сонников, словарей и многих других бумажных книг, теперь компьютер. Запросы на кулинарную тематику каждый месяц задают почти 30 миллионов пользователей. Это в три с половиной раза превышает общий тираж книги о вкусной и здоровой пище за 47 лет. А откуда кулинарные знания в вашей голове? Смотрел, как готовит мама, как знакомые готовят, друзья, с кем жил вместе в общежитии и приобретал знания. Родители научили, ну, заставляли смотреть, как они готовят. Говорят, смотри, мы будем уезжать, будешь чем-то питаться. Мужки мамы передают, запоминаем, своим детям передаем. Много рецептов в вашей голове? Много всяких. Интернет большой. Пользуемся. Кулинарные у меня навыки – это еще от мамы. У нас очень готовила мама вкусно. Потом я работала заведующей столовой. Мне очень хорошо научили повара готовить. И это идет уже как-то у нас по наследству. Передала детям. Особенно готовить меня никто не учил. Все методом наблюдения, как мама раньше готовила, потом свекровь какие-то блюда показала. Сейчас больше в интернете, да, потому что не веду никаких записей. Удобнее посмотреть в интернете. Там есть видеоуроки. Сразу можно и увидеть поэтапно приготовление какого-либо блюда. Традиции, семья. У нас есть сейчас прекрасный, замечательный канал YouTube, где можно найти целые рецепты. И на сегодняшний момент сети Instagram, как бы то ни было, тоже много интересных рецептов. Сначала, наверное, как каждая девочка, мама, бабушка, тети готовили, смотрела, потом участие принимала, запоминала. Потом кулинарные книжки, интересно было рецепты выписывать, журналы вырезали. Сейчас, конечно, просторы интернета в помощи. Каждую неделю Яндекс отвечает более чем на 765 тысяч запросов о рецептах со словами «курица» или «куриный». Чаще всего ищут рецепты куриного салата или «курицы в духовке». Это не значит, конечно, что россияне едят одну курицу, но среди тех продуктов, приготовление которых вызывает вопросы, именно курица популярнее всего. На втором месте картошка. Ей интересуется в полтора раза реже, чем курицей. Чаще всего ищут рецепты картошки, запеченной в духовке, картошки с мясом и картошки все той же курицы. Про жареную или вареную картошку спрашивают реже, большинству и так понятно, как ее готовить. Да и что скрывать, многие себя считают непревзойденными кулинарами, даже если и иногда подсматривают рецепты в сети. Сейчас узнаем, насколько губкинцы – кулинарные гении. Варенье из них можно варить. А дуванчики можно есть как варенье? С медом его варят, и это очень вкусно и полезно. В жареном? Ну, как варенье, наверное, я не знаю. Я слышала, что из-за дуванчиков делают салат и варят варенье. Варенье варила из-за дуванчиков в виде сиропа получается. Едят, знаю, корень, делают из молодого дуванчика салат, добавляют из корня. Ну и вот варенье и салатик. И как по вкусу? Варенье горьковатое все равно, но его вмачиваешь долго. Вкусное, пахнет цветами. А салат не ела, не знаю. Листья в салате, там и всевозможная пища, да? А все, наверное? Да, некоторые его готовят, я слышал об этом, но сам никогда не пробовал. Нет, наверное. Папоротник тоже употребляют, можно есть его с салатом, листочки или стебель, как правильно, стебель, по-моему. Не слышала, не могу сказать. Мне кажется, нет. Да, маринованный папоротник. Тоже пробовали? Да, у корейцев. Траву всю едят. Я сама люблю траву всевозможную, разную. Ели когда-нибудь папоротник? Папоротник, корейское блюдо, папоротник, да. Ну и как он на вкус? Вкусно. Из банановых кожурок, скорее всего, не существует. Из яблочных косточек, наверное. Думаю, что из банановых кожурок не существует. Мне так кажется, почему-то из арбуза, наверное, варенья. Я даже не слышала, что варенье. Да, но вот на самом деле. Из яблочных косточек. Ну, потому что это косточка. Как из них сварить варенье? Там мякоти нет. В каждом регионе России есть свои характерные блюда, которые там готовят чаще, чем в других местах. И свои характерные продукты. В основном это то, что растет поблизости. Фрукты, овощи, грибы. В приморских областях готовят разную рыбу и морепродукты. В Новосибирске чаще, чем в среднем по стране, ищут рецепты из мяса косули и козлятины. В Омске – из конины. А в Астрахани – из баранины. У нас на Ямале актуальная консервация грибов, ягод и блюда из местной рыбы. Вот, например, чтобы сделать строганину, понадобится одна тушка нельмы. Рыбу стоит обработать и разделать. При этом строгать нужно острым ножом сверху вниз. Следите за тем, чтобы толщина кусочков была не толстой. Далее рекомендуется нарезку обернуть в бумагу и убрать в морозильник на несколько часов. Попробуйте это очень вкусно. Я желаю вам хорошего дня и вкусных рецептов. До новых встреч в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова